Всем моим зрителям огроменный привет! В этом видео я хочу показать вам свои новогодние подарки. Часть уже мелькала в разных других видео, но это были такие отдельные эпизоды, хочется все соединить. Я вам покажу достаточно глобальные всякие мелочи, не буду показывать, в общем, засорять ваше внимание и, собственно, свое время. Итак, первое, самое грандиозное подарок, которое мне подарили, это вот такая вот сумка Брачелине. Кажется, правильно представила, в общем, непонятно, у меня плохо с произношением, это вроде бы итальянский бренд, так что плохо вдвойне. Сама сумка выглядит вот таким образом. Она, конечно, очень своеобразна, это, не знаю, что это такое, пачок или аппликации, в общем, как это назвать, но на сумке куча разных деталей, которые, на первый взгляд, очень друг с другом не сочетаются, да. Но фишка этих сумок именно в этом, то есть они такие пестрые, интересные, не знаю, может, что-то символизирует эти аппликации, а может, и нет, но мне безумно понравилось, я буду носить ее с удовольствием. Вообще, я люблю такие штуки яркие, совершенно не комплексуют, даже если кажется, что это, знаете, детсад или что-то такое, непонятно, но я как бы буду носить, и мне кажется, даже если на меня будут показывать пальцем или неприличным пальцем или двумя пальцами, я абсолютно не парюсь. Итак, сейчас вам покажу поближе. Здесь вот такая пуговка есть, вот эти вот цветочки тканевые, они сделаны как будто бы из шерсти, то есть, ну, на общем, вот это вот точно как шерсть, здесь вот разные пуговицы, здесь расшито стразочками, здесь вот такой листик. В общем, интересная такая вещь, здесь вот эта ткань как будто бархат, что ли, или твит, не, не твит, ну, в общем, да, что-то типа бархата. Вот так она выглядит. Здесь, кстати, как будто итальянская газета на фоне. Сделана аппликация и по-итальянски написан текст. Вот. Вот такая вот жутко интересная, не знаю, я буду носить с удовольствием. И сзади просто черная она. И вот тут вот написано Брачелине. Кажется, так читается. Вот. Вот. И видите, что здесь не абсолютно гладкая. Это, кстати, не кожа, кожа, но он не абсолютно вот какой-то, я не знаю, гладкий, видите, а здесь такой принт сделан, выбиты цветы, узоры какие-то. То есть, очень фоново. Сама сумка сделана идеально. Смотрите, мы прям на глаза поместились. В общем, идеальные швы, у нее вообще нигде ни ниточки, ничего. Он не торчит совершенно. И вот такая у нее подкладка. Ой, там что-то лежит. Так. Сейчас, что там лежит? Там лежит чехол. Вот такой. Белый чехол такой, очень-очень плотный, на завязочках. И вот такой вот малиновый подкладка. Подкладка. Такой подкладка. В общем, видите, тут такие кармашки. Есть еще в комплекте длинная ручка с карабинами. Ну, честно говоря, по-моему, и без этой ручки тоже вполне на плечо она поместится. Здесь маленький кармашек на боку. Ну, в общем, стандартно. Отделение как бы основное одно. И вот тут вот тоже. Вот такая этикеточка. Тоже написано про чилини. Я думаю, если я неправильно читаю, мне, наверное, сидят. В общем, подкладка тоже офигенная. Я в последнее время почему-то не люблю черный цвет. Вот. И даже, которые черные сумки у меня были, я их либо отдала, либо не ношу. Там что-то осталось. Ну, в общем, как-то мне он кажется таким заунылным, траурным даже для зимы. И я вот почему-то стала любить либо оранжевые сумки, либо хотя бы коричневые, темно-серые. Но вот не черные. Поэтому вот такой принт очень интересный, оригинальный. Какой-то неповторимый. Буду носить с удовольствием. Тем более я как бы не претендую на роль, знаете, такой бизнес-леди, там, которая вся в гламуре. И не дай бог ей там какую-нибудь нелепость допустить в наряде. Либо что-то такое провокационное, экстраординарное. То есть это не по мне. Поэтому я совершенно спокойно буду носить яркие всякие штуки. Даже странноватые на первый взгляд. Дальше. Это тапки. Да, тапки такие необычные. Мне их привезли из Абу-Даби. Вот. И, кстати, я как-то показывала в прошлом видео, что мне еще сувениры всякие привозили. И я сказала, что это с Формулы-1. Меня поправляли, что нет, это выставочный центр Феррари. Но просто в этом центре, в Абу-Даби, проходила Формула-1 в ноябре. Поэтому у нас как бы туда ездили друзья. И они, в общем, попривозили всякой интересности. И эти тапки среди них. Они прошиты золотой ниткой. Вот. Вообще-таки дико оригинальные. Я не знаю. Реально, скороходы Хатабыча. Я вспоминаю себя, как я любила эту сказку. Читала свои кукли. Вот. Ощущение стопроцентного. Тысяча одна ночь. Знаете, Багдад. Вот. Сказки Багдада. Я помню. В детстве. Ну, в общем, такие обалденные за счет вот этого носочка. Что-то такое абсолютно восточное, интересное. Но совершенно какая-то культура. Ну, непонятная. Такая вот необычная. Видите, здесь бусинки такие. В общем, супер скитарки. И подошва у них вот такая. Я не знаю. Что-то кожа. Похоже на кожу. Вот. Такая выделка. Здесь истикетка. Или скотч. В общем, что прилипло. Ну, в общем, да. Тоже классный. Мне кажется, их даже можно постирать будет. Потому что они не проклеены. А вот так вот прошиты. Видите, все-все-все прошито. И на дне тоже самое. Здесь вот прошито. То есть можно безболезненно будет попробовать даже их промыть. Я это люблю. И таки химично. Так, следующее. Это халат. В общем, белый-белый халат. Вот такой вот классный. Он такой плюшевый. Как будто, я не знаю, что-то микрофибра или, в общем, что-то такое похожее. Такой вот белоснежный. Конечно, белый халат это в некотором роде капут свободному времени и свободе передвижения. Потому что я люблю прислоняться к чему-то и поваляться где-то. Когда я хожу по квартире, обычно я во всяких неожиданных местах начинаю сидеть. Соответственно, вот в таком халате, ну, как-то это будет проблематично. Потому что он будет быстро грязниться. Ну, как бы у меня кошки. И, короче, капец. Но я все-таки надеюсь, что я его буду вот стирать именно для белых вещей. И как бы приводить в порядок с помощью порошков всяких. И мне удастся его поддерживать в таком нормальном виде и в белоснежном состоянии. Так что, даже было не стыдно показаться перед, не знаю, перед внезапно прошедшими соседями, например. Кстати, он очень теплый. Я вот мерзла. И вот так вот, когда им запахиваешь, во-первых, накинул. Завязал очень круто. Во-вторых, нравится, что после душа можно не вытираться. И это, конечно, очень неожиданно. То есть, надеваешь халат, и он впитывает влагу. Тоже классно. В общем, такой с завязочком. Ну, как бы, такой стандартный, теплый, с таким воротником. И вот так вот он прям окутывает. И вообще, очень круто, очень тепло. Он такой жутко пушистый, занимает пол моего шкафа. И, в общем, ношу его с удовольствием. Так, и следующее, это ароматы. Да, ароматы я их выбирала сама. Но это тоже были подарочки. Да, начну снизу вверх. То есть, с самых таких простеньких. И тоже я их показывала. С тех, которые мне нравятся. Они, в принципе, мне все нравятся. Но без особых восторгов. Первый, это вот этот Булгари Омни Кристалл. Омни Кристалл. Белый Кристалл. Вот. Это маленькая 25-миллиметровая упаковка. Вот так она выглядит. И там вот в таком виде цепи, как бы, звенья цепи, это уже 40 миллилитров. Либо 35, либо 40. А это такая компактная. В принципе, мне понравилось, что она, как бы, достаточно бюджетно стоила. По-моему, 1600 эти духи стоили. И, в отличие от большой упаковки, в принципе, у меня их достаточно много. И каждый меня пользуется достаточно редко, кроме любимчиков своих. Поэтому они, как бы, не будут надоедать. В общем, вот так вот выглядит. Аромат очень-очень нежный. Я думаю, тем, кто любит, знаете, так называемые свежачки. Несладкие, цветочные, какие-то водные запахи. Это самое оно. То есть он такой нежно обволакивающий, воздушный. Очень-очень легкий аромат молодой девушки. Аромат весны, там, ветерка весеннего, знаете, крыльев бабочки. В общем, что-то такое абсолютно невесомое. Но минусы у него такие, что он не шлейфовый. И, как бы, ну, не особо долго держится. То есть остальные все свои ароматы я наношу там где-то 3 раза. И, в принципе, в течение дня я их чувствую. Особенно, если наносить на затылок. Потому что там вот, где начнутся волосы, видимо, препятствуют это все дело испарению. И запах долго держится. Вот эти с любого места слета достаточно быстро хватает всего лишь на полдня. То есть нужно носить с собой их и как-то, в общем, обновлять. Ну, в принципе, да, нравится мне. Но, как бы, что у них не очень ярко выражена индивидуальность. То есть такие духи-невидимки, чтобы создать иллюзию аромата чистого тела. Но вот они как-то не привлекают внимание изюминкой своей, да. То есть они как-то вот очень фоново ощущаются. Просто дополняют образ, что от вас как-то приятно пахнет. Но вряд ли кто-то там запомнит, что за запах. Следующий аромат это от Герлен Елисейские поля. Аромат я тоже уже про него рассказывала, когда в одном из видео показывала часть своих подарочков. Ну, как покупка в подарках, потому что я их на выделенный мне бюджетик купила сама. Вот. Но это все-таки подарок. И, в общем, этот аромат ужасно сильно напоминает аромат шампанского. Вот и в мне вообще сейчас опять нюхом. Ну, вот 100% шампанское. Даже сразу Новый год, застолье, праздник, что-то такое классно. Они очень такие нежные, очень женственные. Но меня, допустим, если я в них хожу целый день, я все равно их чуть-чуть ощущаю. Я чуть-чуть начинаю вставать к концу дня. То есть это не вау, супер, мега, мои любимые. Потому что как бы у меня с ними нет абсолютного единения. Вот. Но все равно на какой-то праздник, там, не знаю, для разнообразия. Просто они вот очень приятно пахнут. И в отличие от кристаллов, в них уже есть индивидуальность, какой-то букет, изюминка. Они, ну, вот именно вообще безумно женственные, безумно нежные. Вот такая вот, не знаю, образ молодой девушки, образ мамы, что-то такое вот в целом. Очень-очень такое вот ласковое, антимужское. Мужское, вот. Если сам аромат описывает, то он именно цветочный, фруктовый, аромат такого шампанского, без алкоголя. Вот просто запах фруктов, цветов, чего-то такого очень классного. Если вы, ну, по описанию заинтересовались, обязательно понюхайте. Но наносите на кожу и не нужно вот в гореле, ой, гореле, как это назвать. Короче, когда у вас там начинает торкать первое впечатление, обижать их покупать. Потому что они, ну, не очень дешевые, как и все, в принципе, люксовые духи. И есть такая опасность, что когда вы с ними походите, они на вас чуть-чуть видоизменятся, смешаются запахом кожи, нагреются. И на ком-то этот аромат был дюшеса, на ком-то какой-то газировки, на ком-то еще чего-то похожее читала. То есть нужно обязательно, чтобы этот аромат смешался с кожей, почувствовать, как он пахнет именно на вас тогда делать выбор. И последнее, это мои любимчики. Одни из моих самых любимых духов, ароматов. Это Шанель Шанс Тендер. Вот, Тендер. Я их купила, потому что на сайте Фрагрантики прочитала, что это аромат, как это называется, близнец. В общем, что-то очень-очень похожее на Дейзи Марка Джейкобс. Так как я обожала Дейзи, у меня до сих пор нет, но скоро, возможно, будут, я решила все-таки пока удовлетвориться ими. И я вообще их полюбила дико. Я согласна, что у них первые нотки реально похожи на Дейзи. Я вот, когда только их понюхала в магазине, я сразу как бы вспомнила Дейзи. То есть аромат первый вообще один в один. Но Дейзи гораздо более провокационные, где-то чуть рисковатые. Они тоже постепенно смешиваются, но они больше похожи на небольшой шторм. А вот эти Шанельки, это абсолютно гармоничный, такой сбалансированный аромат, такой штиль. Штиль глубочайшего океана. То есть, с одной стороны, они такие нежные, вообще спокойные, такие вот какие-то гладко, красивейшие. Но за этим всем есть некая глубина. То есть, это не просто свежак, еще что-то. Они очень-очень шлейфовые. Они долго держатся. И тоже мои стандартные трипшика на себя дают вообще безумный аромат. В комнате, где я сижу, в кабинете, где я работаю. Короче, все заходят, спрашивают, чем-то вкусно пахнет. Я чувствую их от себя в течение всего дня. Они безумно стойкие на мне. Короче, шлейфовые вообще. То есть, вы пройдете, и реально ощущается аромат. Но он настолько вот такой вот, знаете, нежный, такой слегка касающийся. То есть, это не то, что залазит вам в нос и разрывает ноздри. И вот даже если вам хочется его не ощущать, он как бы не оставляет шанса. Что-то вообще безумно приятное. Я просто от них балдею. Мои любимчики. И настолько они вот вкуснейшие. Здесь, кстати, верхняя фрукта. Фрукта Айва. А в Дейзи земляника. Ну, как ни странно, вот они похожи между собой. Они тоже не сладкие. То есть, все-таки слегка-слегка очень нежные, очень обволакивающие. При этом какие-то стойкие. И распространяешь свой шлейф на всех, кто там будет рядом с вами. То есть, вообще обалденные духи. Обожаю их. Думаю, буду брать и дальше. Видите? Ну, в общем, да. Вот это был мой незваный поцелуй. В общем, все, что я хотела вам показать. Конечно, всякую мелочь я не стала уже в общем вас отвлекать. Но, надеюсь, вам мои подарочки понравились. Оставляйте комментарии. Большое-большое спасибо за просмотр. Всех целую и пока.